всем привет вы на канале цветули у светули меня зовут светлана дорогие друзья сегодня видео будет а пеларгония февраль месяц уже середина февраля пора ими заняться вплотную я уже занимаюсь этим вопросом несколько дней видео будет у меня не за один день снято до получается уже третий день сегодня снимаю так что даты будут разные не пугайтесь еще вам покажу как я села томаты на раннее потребление кто первый раз друзья ко мне зашел в гости живу я на северо-востоке ленинградской области выращиваю пеларгония уже несколько сезонов это мои любимые цветы очень красиво цветут летом на улице бесподобно конечно на свежем воздухе пеларгония показывает себя во всей крысе у меня несколько видно видов пеларгонии вот плющелистная перед вами вот такие вот у нее листочки есть у меня плющелистная и семян и есть вегетативная это значит что я покупала ее черенками не выращивала семечками и также есть у меня зональная и семена и вегетативная также пеларгония серии ангел ангелы они совсем отличаются даже по листу от зональной и отплющились на пеларгонии я вам обязательно покажу сейчас быстренько вам расскажу вкратце про пеларгонию пеларгония светолюбивое растение очень хорошо растет на южной и юго-восточной стороне в этом году даже у меня и стояла на западном окне не было места уже я поставил на западное окно у меня кстати там тоже цвела но не так обильно еще знаете что у вас хочу хочу вас о чем предупредить когда весной выносите пеларгонию постепенно и приучайте к солнечному свету притеняйте обязательно иначе вас погорят все листья у меня уже из теплицы вынесла уже на божий свет на улицу она у меня практически не погорела вот у кого есть тепличка мне кажется это идеальный вариант поддержать ее перед тем как вынести вот уже на солнышко на открыто она как-то там прямо позеленела окрепла такая хорошенькая стала когда вот до этого один год я выносила на улицу было тепло на улице вот пеларгонию лучше знаете когда выносить когда уже меньше 12 градусов не будет опускаться температура я вот как-то вынесла один год было тепло так хорошо а потом несколько дней или даже неделю целую была холодина но мне уже было ее просто как сказать то не было сил мне его 5 таскать домой на второй этаж я у меня много кашпо это просто выше моих сил уже было я ее оставила на улице так вы не представляете как она у меня пострадала бедная она вся у меня скукожилась листьев потеряла очень много из-за этого холода ужасного так что друзья ждем когда температура будет более-менее такая стабильная и не меньше 12 градусов тогда мы выносим пеларгонию на улицу к солнышку приучаем постепенно первые первую неделю точно притенять надо иначе будет лысая стоять я я уже на этом собаку съела у меня стояла лысая сколько раз бедная это надо время потом пеларгонии дать потеряете несколько недель потеряете цветение не увидите так бы цвела раньше за счет того что она такой стресс получала она конечно у меня позже цвела вот что еще вам сказать про пеларгонию хорошего обязательно делать дренажное отверстие во всех ящиках первым пеларгония не любит залива и слой керамзита где-то можно сантиметр-полтора есть мило класть поливаем умеренно не переливаем пеларгонию лучше не не полить чем перелить потому что она склонна загнивают у нее корни и сама она начинает чернеть это значит вы точно ее перелили а тем более если дожди если она стоит на открытом воздухе без крыши не под крышей то обязательно делаем дренажное отверстие и кладем керамзит хороший слой тогда она хоть это воду не будет это задерживать до под дождем если промочилась хорошо и потом с поддонах выливаем воду не оставляем поддонах воду ей чтобы точно все было в порядке с корневой системой так еще сейчас вам про подкормки быстренько скажу пеларгонию я свою подкармливаю минеральными органическими удобрениями какие есть я покупала на валберсе специально даже для пеларгонии жидкого удобрения мне кстати она понравилась польская какой-то забыла как называется сейчас вам поищу на валберсе фотографию поставлю может кому пригодится так что еще когда зацвела пеларгония лучше конечно давать формулу где фосфора и калия побольше азота поменьше когда еще не зацвела я ее кормила мастер такое есть удобрение где формула 20 20 20 20 фосфора 20 азота 20 калия вот а когда уже цветет вся на бутонах фосфорно-калийные удобрениями ради бога подкармливайте я подкармлив каждый полив свою пеларгонию практически дозировку уменьшая удобрения вот всегда об этом говорю и цветет она мне на радость смотрите вот она у меня стоит таких ящичках здесь у меня посажено не одно растение а сейчас я вам скажу сколько здесь у меня посажено два растения в этом кашпо здесь тоже 2 где-то у меня даже по три растения растет в кашпо. Здесь сколько? Здесь тоже два. Здесь тоже два большие. А вот здесь у меня посажено аж три растения. Вот когда я сажала, они были малюсенькие. Сейчас они наросли очень большие. Можно, в принципе, было и по два. Вот такие кашпо из фикс прайса. Я сажаю по одному, по два растения. И также я сажаю свои семенные пеларгонии в одну кашпо. Не один кустик. Здесь вот у меня два кустика посажено в этом кашпо. Два кустика пеларгонии. Кашпо где-то, я не знаю, наверное, литров пять. Здесь я не знаю, друзья, сколько литров ящики. Я даже вот когда покупаешь, там не написано. Вот такие вот ящики. Сколько литров, не знаю. Здесь у меня посажено одно растение. Вегетативная пеларгония. Одна. Я покупала один сорт. Да, хочется, чтобы кашпо было одинаковое. Вот у меня одна, она так хорошо наросла. Стояла прям близко к свету. Прям такая жиренющая. Единственное, что я ей, конечно, вот этот побег длинный уберу, укорочу его. Надпочка оставлю пять миллиметров надпочка. И обрезку сделаю. И поставлю черенок укореняться. А так она у меня, в принципе, такая кустистая. Хорошенько подрезать ее не буду. Все пеларгонии свои, плющелистные, я, друзья, подрезала. Они мне такие плети дали огромные. Они просто, не знаю, сантиметров по двадцать нарастили плети. Мне таких не надо сейчас. Естественно, потому что на полу лежали. Она у меня на полу стоит. Ее вообще ставить некуда. Подрезку сделала. Все макушки я прищипнула, чтобы она у меня опустилась, да, не росла в это высоту, да, не росла, чтобы, а чтобы начало опуститься. Боковые побеги, чтобы проснулись. А то куда мне такие плети не нужны? Еще до весны, до того, как я ее вынесу, еще очень долго. Вот, видите, прищипку сделала своим пеларгонам. Здесь такая худенькая, стояла далеко от цвета. Совсем такая тоненькая. Это семенная. Они такие хрупкие. Слушайте, вот тронешь чуть-чуть, все листики отваливаются. Он уже такая полысела прямо. Знаете, я еще что буду сегодня делать? Не знаю, покажу вам, не покажу. Я верхний слой земли сниму, скажем, пересаживать ее уже не буду. Здесь ей достаточно места, тут две штучки. Я просто верхний слой сниму земли. У меня куплена земля теравита, универсальный грунт. И я еще купила биогумуса. По горсточке биогумуса заложу, да, сниму этот верхний слой по горсточке к одному кустику, горсточку к другому. И сверху теравита добавлю земельки. Может быть, чуть-чуть перегноя. Органику особо не любит пеларгония. Не буду я ее перекармливать. Вот. Вот это я точно сделаю. Поменяю ей грунт. Некоторые, может быть, даже кустики у меня укоренены пеларгонии с осени, череночки. Я буду, наверное, рассаживать по новым ящичкам. Вот купила один ящик, но жду, знаете, что жду? Привоза светофор. Там такие хорошие ящики, крепкие и недорогие. Ну, что так нам не везут? И вчера купила такой смешной ящик, 240 рублей, но там такая пластмасса тонкая. С ума сойти. Ну, надо мне один-два череночка рассадить. Хочу, чтобы они к весне. У меня уже такие хорошенькие были, чтобы корневая система у них уже там более-менее наросла в кашпу. Вот. Вот здесь еще не подрезала макушки. Надо вот подрезать все. Чистый только, друзья, инструмент берите обязательно. И вместо среза нужно присыпать или толченым углем, но я не делаю толченый уголь. Я присыпаю золой. Вот. Смотрите, какая красотка. Специально оставила цветок. Хочу с нее поснимать черенку. Вот. Чтобы знать. Видите, она у меня не цветет. Я теперь не знаю, где какие сорта. Все начеренковала, но ничего не знаю, где какая пеларгония будет теперь. Вот здесь вот прищипнула макушечки все по возможности. Здесь тоже обрезку сделаю, прищипну и пойдут у меня проснутся боковые почки. Вот. Сейчас вам в другом месте покажу свои пеларгонии. Вот здесь у меня пеларгония тоже растет вот в таком маленьком ящичке. Одно растение. И одно растение, посмотрите, какое оно большущее. Тоже цветок оставила, чтобы черенки, если сниму, чтобы хоть подписать, что это будет красная, а не какая-то. Ой, вообще. Во какая большая. Посмотрите. Все-все почистила, все сухие листочки убрала. Знаете, было сколько грязи. Я вам потом покажу. Я засняла. Вот тоже, смотрите, стояла под светом. И такая хорошенькая, пушистенькая. А потом покажу вам, которые у меня вытянулись. Света была мало. И вообще. И поливала я редко. Пеларгонию поливала очень редко. Боялась, знаете, что залить. И она и листья не очень сильно нарастила. Такая вообще никакая. Света мало, и она не хочет расти. Вот здесь тоже обрезку сделаю. Видите, как она. Вот здесь сделана обрезка. Я, наверное, еще ее обрежу. Или оставить так. Это у меня хорошая пеларгония. Знаете, какая красотка. По-моему, это у меня... Это... Как называется это? Тюльпановидная красная. Есть у меня тюльпановидная розовая эмма. А это тюльпановидная пеларгония красная. Что, я ее прищипнула, оказывается. Что-то я не помню, когда я это сделала. Прищипнула. Ладно, пусть пока так. Но она, конечно, некрасивая. Ладно, прищипку сделала. Сейчас, может быть, вот тут вот все проснется у нее, она растет. Так, это у меня не прищипнуто пеларгония. Сейчас мы прищипнем ее. Можно даже руками вот так чуть-чуть. Точку роста убрали. Точку роста убрали. Все, будет она хотя бы наращивать боковые побеги. Это плющелесно. У меня пеларгония... Сейчас тоже тут прищипку сделаю. Оп! Вот так. И там еще, смотрите, сколько пеларгонии много. Но я уже доставать ее не буду. Это у меня беленькая красотка. Вообще в этом году так красиво цвела огромным кустом. Три растения у меня здесь в одном ящике посажено. И там тоже пеларгония плющелесная. Есть еще у меня две плющелесные пеларгонии. Такие хорошенькие, зеленые. Все-таки какую огромную роль играет досвечивание растений в зимний период. Вот им попадало достаточный свет, и они прям такие жирные, хорошенькие. И, конечно же, еще температура воздуха, где хранятся пеларгонии, тоже немаловажное значение имеет. У меня здесь прохладно, батареи не включены. Где-то градусов, может, 18-17. Вот так вот. Сухого воздуха тут нет. Им тут красота вообще. Вот здесь у меня обрезана пеларгония. Смотрите, как. Вот так вот. Стараюсь я обрезать. Даже не стараюсь, а нужно, мне кажется, обрезать на одну высоту, чтобы хотя бы это... Она потом у вас таким кустиком ровненьким росла. Когда на разную высоту будет, мне кажется, некрасиво. Смотрите, сделала обрезку зональным пеларгонием. А до этого сколько у меня было обрезано пеларгонии, вы не представляете. Я вам поломанных листьев, поломанных веточек, листиков отвалившихся. Короче, это просто... Убилась я вся. Пока этим делом занималась, еще не все додела. Еще буду несколько мне пеларгоний зональных осталось обрезать. Плющи листные, слава богу, все обрезала, кроме тоже одной. Одну надо с кем-то резать. Одной мне не справиться, мне ее туда не вытащить. Вот смотрите, как обрезку сделала. Два кустика у меня в одном кашпо. Тоже буду верхний слой земли здесь снимать и добавлять свежего грунта. Вот. Вот здесь одно растение. Здесь уже коспо все переклеено. Надо купить, конечно, ящичков новых. По идее-то, конечно, бы лучше купить и поменять. Ну, посмотрим. Вот. Вот здесь тоже пеларгония у меня плющи листная обрезка сделана уже. Все. Здесь у меня зональные, вегетативные. Вот так вот обрезаны. Видите? Под одну высоту практически. Вот почечка проснулась. Вот тут почечка проснулась. Надеюсь, обрастут мои красотки. Вот так вот. Вот там еще, видите, большая какая, высоченная. Я еще ее не обрезала. Здесь вот так обрезала. Вот обрезала. Короче говоря, друзья, есть мне чем заниматься. Здесь вообще на пень обрезала. Тоже верхний слой земли. Буду снимать у всех вот этих девчонок. Красавец. Цвели, конечно, великолепно летом. А сейчас такие страшненькие. Ну, что делать, да? Буду кормить сейчас удобрениями. Досвечивать и обрастут мои красавицы. Я надеюсь к весне. Вот еще хочу вам показать пеларгонию ангел. Вот такие у нее листочки резные. И очень красивые цветочки. Вот какая хорошенькая. Тоже я ее... Это у меня череночек. Я ее немножко чуть-чуть обрезала. Хотя эту пеларгонию обрезают осенью и потом уже не обрезают. Но так как она у меня вытянулась, мне просто смысл... А вот еще она. Господи, вот еще у меня пеларгония, которая у меня в том году цвела. Это у меня не черенок, а кустик уже такой. Я сделала обрезку, потому что она очень вытянулась. Она просто уже ветки свои даже не держала. Ну, посмотрим, что будет. Как бы у меня есть вот два таких вот хорошеньких череночка, которые уже как настоящие растения. Вот здесь у меня, видите, одна посаженная вегетативная пеларгония. Вот здесь у меня два кустика в одном кашпо посажены. Здесь у меня тоже одна пеларгония, да? Одна. Вегетативная я старалась по-одному растению сажать. Здесь у меня что? Тоже одна пеларгония такая, кашпо небольшое. Кашпо у меня разные от 3 литров, от 2-3 литра и даже 5 литров есть в зависимости от того, сколько растений посажено. Вот здесь у меня три пеларгонии и горшочек уже пятилитровый. Я люблю, когда растут мои пеларгонии кустиками. Вот мне нравится. Шикарное цветение летом у моих пеларгоний. Поставлю вам потом фотографии, посмотрите. Смотрите, какая страшненькая вообще, тоненькая пеларгония тут у меня. Тонкая, звонкая. Три кустика в одном кашпо посажены. Сейчас все сухое уберу и подрежу ее немножечко. Я ее на лысо стричь не буду, но сейчас прищипну все побеги, которые пошли расти. Уберу точку роста. Вот. Убрала. Здесь тоже уберу, потому что хочу, чтобы она стала кустиком таким пышненьким, а не таким брещом. Вот здесь тоже точку роста уберу. Здесь смотрите, какой побег высокий. Я его обрежу. Обрежу. Посмотрю, как. Так. Вот здесь. Вот так вот, наверное. Вот. Вот так обрежу. Вот. Вот здесь. Берем чистый только ножницы, друзья, обязательно. И вот так вот обрезаем. Прямой срез. И это место обработать нужно обязательно. Или толченым углем. Или, как я вам уже сейчас сказала, что я обработаю. Вот точку роста тоже убрала. Золой. Вот так оставлю. Не буду я его сильно стричь. Сейчас вот все прищипнула побеги. Здесь какие-то почки уже начинают просыпаться, я смотрю. Надеюсь, он у меня образ. Так. Вот хочу вам еще показать череночек. Смотрите, какой хорошенький. Это у меня черенок, который я укорняла летом в грунте. И вот его в кашло посадила осенью, забрала домой. Хорошенький, правда? Можно уже сажать вот ящик купила, который новенький. Вот я, скорее всего, его посажу еще какую-нибудь. У меня несколько череночков. Вижу, что это у меня не семенная, а вегетативная пеларгония. Семенная отличается листочками. Вот. Только вот каким цветом, кто бы мне еще сказал, было бы вообще хорошо. Лучше, конечно, сажать одинаковую пеларгонию. Но у меня никогда так не получается. У меня вечно все не как у людей. Когда цветет, не подпишу, каким цветом, а потом уже все. Не знаю, каким цветом. Потому что не цветет. Сейчас я вам поставлю, друзья, видео, как я укореняла свои пеларгонии. И покажу, сколько я добра настригла. Смотрите, друзья, сколько проделанной работы, сколько настрижено, веток, плохих листьев. Все убрала, все навела красоту, чистоту. Потому что у меня уже глаза не смотрели. Вот столько у меня получилось черенков много. Выберу самые хорошие из этой массы. И поставлю на укоренение. Укоренять можно различными способами. Сейчас каких только нет способов в интернете. Всяко-разно. Но я решила вот в этот раз укоренять вермикулития пеларгонии свои. Вот, друзья, из этой кучи выбрала я череночки получше. Нарезала. И вот так вот поставила в баночки с водичкой. Потому что это вчера делала уже поздно-поздно вечером. Уже сил не было мне ставить что-то укореняться. Сейчас буду заниматься этим процессом. И покажу вам, как я это делаю. Вот столько черенков у меня. Я, конечно же, не все буду укоренять. А только выборочно. Выборочно буду укоренять череночки. Остальные буду раздавать соседям. Тут у меня уже есть клиенты. Клиенты на черенке. Друзья, буду сейчас укоренять плющелистные пеларгонии и зональные. Люблю, когда у плющелистных небольшие междоузлия. Когда вот такие. Вот видите, вот почка. И вот почка. Маленькое междоузлие. А вот смотрите, какая пеларгония. Во какое междоузлие между почками. Такие, конечно, укореняются тоже хорошо. Даже без междоузлия, если нет здесь междоузлия. Не было тут листочков. У вас просто голый стебелек. Пеларгония прекрасно даст корни. Вы даже не заморачивайтесь, если у вас такого нет. Бывает такое, что просто вот такие, смотрите, огромные, да. И хочется еще один черенок сделать. Вот так режьте. Там будет макушка у вас у другого черенка. А здесь прекрасно пеларгония даст просто со стебля корни. Но я решила с междоузлием. Это уже... Это понадежнее, конечно. Но если нет, ничего вообще страшного в этом нет абсолютно. Люблю вот такие череночки. Здесь вот несколько получилось у меня, да. Ну вот так буду заглублять. Одну на поверхности оставлю. Здесь одно. Надеюсь, укорнятся мои черенки. И бывают выпады. Бывают, знаете, загниют. Хоть ты что. Ни с того, ни с сего. Сегодня буду укоренять верми и кулите. Вот такой купила. 68 рублей стоит 2 литра у нас в городе. Вот. Хороший такой мелкой фракции. Стаканчики небольшие взяла. Вот такие вот. Столько насыпала. Увлажнила. У меня опрыскиватель горденовский нравится мне. Сильно тоже нельзя переувлажнять, потому что подвержена черной ножке пеларгония. Не любит она, когда ее грунт приувлажнишь. Но надеюсь, что мои пеларгушки укоренятся хорошо. Никакими пакетами закрывать не буду. Ничем. Вот. Вот так вот поставлю вермикулит. Прижму со всех сторон. И под цвет. И все. Буду вам показывать результат, какой будет. Выпады, еще раз повторяю, друзья, бывают. Не знаю, с чем это связано. Какая-то укорняется, какая-то не хочет. Но что делать? У меня, в принципе, черенков много. Что-то да укоренится. Летом, конечно, в грунте намного проще укоренять пеларгонию, чем вот дома по цветам. В грунте черенок поставил. Там, не знаю, в какое-нибудь темненькое место, да, не напрямую солнце, в тенечке где-то. И все. Дождем поливается. Сам по себе растет, укореняется. Еще и может зацвести. Дома же, конечно, с ней надо немножечко повозиться. Вот, друзья, смотрите. Поставила укореняться уже зональную пеларгонию. Вот. Одно междуузли заглубило. Не много у меня вермикулита. Вот сколько, да? Вот так. Здесь тоже вот так. Вот. Немножко. Здесь у меня взяла стаканчик повыше, потому что эти высокие у меня. Плющелистная, высоченная. Вот так пролила. Еще можно немножечко. Так, постучала, чтобы все осело. Сейчас какой-нибудь такой возьму, который совсем высоченный. Вот он, смотрите, какой огромный. Черенок. Вот. И вот так вот, ну вот так вот заглублю. Вот. Повыше стаканчик взяла. Получше, поустойчивее. Вот. Вот так. Буду смотреть, конечно, чтобы не присыхал. Вермикуль еще один, смотрите, тоже какой длинный. Смочу его сначала. Я вермикулит, а потом буду череночек вставлять уже во влажный. Вот так. Вот у меня здесь междоузли. И вот так вот, прям до конца, до самой, до дна череночек у меня стоит. Ну, все равно, видите, как немножко у меня вермикулита. Вот. Немного. Вот такие будут. Только теперь нужно аккуратно, чтобы их это не сдвинуть, не вытащить нечаянно. С этого, с вермикулита, потому что они ведь еще не укоренились, да, подвижные такие. Бывает, когда начинаешь там что-то делать, обязательно выдернется. У меня такое уже сколько раз было. Надо сейчас контейнер специальный отдельно вот прям сделаю для плеща-листных пеларгоний, чтобы только они у меня в этом контейнере были, и больше никаких, чтобы цветов там не стояло. Ну, вы, короче, поняли, как я делаю. Еще мне очень нравится в таблетках укоренять. Вот мне сейчас Озон прислал сообщение, что мои таблеточки приехали. Только что я их сегодня уже не смогу получить. Я уже туда не пойду в ту сторону. Уже находилась по городу. Не хочу идти никуда. Так что в таблетках в следующий раз вам покажу, как я укореняю. Смотрите, сколько у меня черенков получилось. С двух литров вермикулита. Вроде столько и не собиралась, но решила немножко обновить я свою коллекцию. Некоторые у меня в пеларгоне уже не первый сезон, не один сезон растут в кашпо. Я, наверное, какие-то осенью уже выкину, а свеженькие посажу. Правда, вот не знаю, каким цветом я делала уже обрезку. Она у меня не цвела. Короче, будет сюрприз. Не знаю, где какая теперь. Так что вот, друзья, решила вот такое количество укоренить. Еще сейчас буду укоренять пеларгонию ангел. Вот такие у нее листочки интересные, смотрите. И цветет она, цветочек напоминает по форме анютина глазки, виолу. Только маленький, такой мелкий. Фотографии обязательно вам поставлю. Еще вам забыла, знаете, что сказать? Когда при укоренении черенок, например, плющелисной пеларгонии, сразу ставим укореняться. Ему не нужно давать время, чтобы затянулся срез, да, который вот мы срезали, чтобы этот срезик затянулся. Мы ее сразу можем спокойно ставить укореняться. А пеларгония зональная должна полежать минут 40 на открытом воздухе, чтобы срез затянулся немножко, как, знаете, такой пленочкой покрылся. Вот рекомендуют. Я когда делаю это, когда не делаю. Есть время, делаю. Нет времени, могу сразу поставить. Летом я этого вообще не делаю. Летом сразу ставлю укореняться в земельку. Всегда у меня все приживается. Ну, на улице лучше, конечно, все приживается, чем дома, как я уже сказала. Вот такие нюансы еще. И сейчас я вам покажу, как я буду укоренять пеларгонию ангел. Смотрите, у нее какие маленькие междоузлия. Можно поставить два междоузлия укореняться. Можно три, как хотите. Она очень хорошо укоренится, без проблем. Ну, все то же самое, все уплотню. Надо хорошенечко уплотнить, чтобы, знаете, не болтался черенок. И все. И под цвет. У меня таких две пеларгонии. Одну ведь, слушайте, не хотела обрезать. Я ее осенью обрезала. Она все равно у меня так сильно наросла. Прешу сделать обрезку. Так, вот, видите, вот так. И, конечно, все так остальные сделаю, вот эти пеларгонии. По такому же. Ну, как вот и все вот эти, то же самое. Все то же самое. Только что тут маленькие междоузлия у пеларгонии получаются. Не как у плющелисной, например. Плющелисной совсем тут. Большая. Я люблю вот такие маленькие, коренастенькие. Я, знаете, еще как люблю череночки выбирать? Лучше, конечно, для укорнения подходят полуодресеневшие. Одревесеневшие череночки. Когда череночки молоденькие, такие, знаете, они светло-зеленые, такие гнущиеся. Я такие не люблю. Я беру уже такие череночки. Стараюсь, по крайней мере. Сейчас-то у меня, конечно, выбор большой, богатый. Да, бывает, что нет вообще выбора. Чтобы они вот, они и в то же время молоденькие, зелененькие, но они уже не такие гнущиеся. Они уже немножко одревесенели. Вот такие черенки мне больше нравятся. Они лучше укореняются, чем вот такие, которые вот совсем гнулись. Я даже их и не стала оставлять, я их выкинула. Потому что, мне кажется, от них толку вообще никакого не будет. Тем более, у меня выбор есть, зачем мне укорнять то, что мне не нравится. Одревесеневшие череночки. Когда череночки молоденькие, такие, знаете, они светло-зеленые, такие гнущиеся. Я такие не люблю. Я беру уже такие череночки. Стараюсь, по крайней мере. Сейчас-то у меня, конечно, выбор большой, богатый. Да, бывает, что нет вообще выбора. Чтобы они вот и в то же время молоденькие, зелененькие, но они уже не такие гнущиеся. Они уже немножко одревесенели. Вот такие черенки мне больше нравятся. Они лучше укореняются, чем вот такие, которые вот совсем гнулись. Я даже их и не стала оставлять, я их выкинула. Потому что, мне кажется, от них толку вообще никакого не будет. Тем более, у меня выбор есть, зачем мне укорнять то, что мне не нравится. Еще забыла вам, друзья, такой нюанс сказать. Вот когда у черенка вот такая юбочка, да, она везде есть. И на зональных, и на плещелистных, и вот на этих сериангел, суртангел, да, мы эту юбочку убираем. Если будете два междуузля заглублять, значит, с двух убираем эту юбочку. Ну, просто ее руками возьмете и так и немножко как оторвете. Ну, она хорошо убирается, без всяких проблем. Вот, забыла вам еще сказать такой нюанс. На всех вот, сейчас я вам покажу. Здесь у меня уже убрана юбочка. Вот здесь тоже была юбочка, я убрала. Сейчас, может, где-нибудь найду, покажу вам череночек с юбочкой. Вот, так. Вот, смотрите. Вот, видите, такая вот юбочка. Ну, вот как бы, да, вот такая. Вот, я ее называю юбочкой. Вот, с этим разобрались. Сейчас пойдемте, я буду вам показывать, что я посеяла, какие томатики. Сейчас вам все расскажу и покажу. Это мои помидорки, семена. Два каменный цветок, два семечки и четыре семечки сорт Любаша. Вот такой раннеспелый. Я тряпочку намочила, разложила семечки. Сложила тряпочку и поставила вот в такой контейнер под крышкой. Стояла у меня эта баночка в тепле, на теплом полу. И вот за два дня, десятого поставила на проращивание семена. Сегодня двенадцатое. За два дня уже дали росточки помидора. Сегодня буду рассаживать. Вот. И камень цветов тут маленький-маленький росточек. А Любаша, такие уже большенькие росточки. Одно только семечко не проросло, а три проросло. Тут совсем чуть-чуть, только-только наклюнулось, набухло. Но хотя бы набухли процесс идет. Вот такой вот питательный грунт для рассада я купила. Приготовила уже баночки. Кстати, смешала этот грунт вместе с мхом. Мох-сфагнум. Порезала его ножницами, чтобы почва была такая более рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая. Потому что забыла купить. Вермикулит забыла купить. Можно и агроперлит. Тоже хорошо разрыхляет почву. Но, к сожалению, забыла. И вот решила так улучшить структуру почвы. Приготовила в такие баночки. Крыжечки к ним прилагаются. Накрою. Пролью сейчас грунт, накрою. Ну, покажу вам. Посила я свои томатики. Сначала пролила я грунт. Вот так вот потом постучала стаканчик, чтобы грунт осел. Сделала сантиметр углубления. Положила семечку. Сверху присыпала грунтом легким. И опять чуть-чуть пролила. И вот накрыла крышечкой каждый контейнер. Подписала, где каменный цветок, где сорт Любаша. И поставлю сейчас под цвет в теплое местечко. Буду наблюдать. И вам покажу обязательно. Смотрите, друзья. Сегодня уже 15 февраля. И вот мои помидоры зашли. Вот это у меня Любаша. Высокие такие три штучки. И два низеньких. Это каменный цветок. Все очень быстро. Конечно, когда семечко уже немножечко проросло. Они у меня уже стоят без крышек. Вот так вот на стеллаже. Ну, естественно, я вот так вот закрываю. Пленочкой такой, да, на замочках. Как бы такая дверца у меня. И там им тепло, светло и хорошо. Смотрите, друзья, что у нас творится на улице. Сегодня 14 февраля. Нас завалило снегом. Сегодня были сугробы. Завначно, мило. Очень большие. Так, не надо в меня бросать. Просто, наверное, сантиметров. Сколько сантиметров, Сереж, сугробы? Наверное, 25, да? 25-30 сантиметров точно. Вообще, друзья, не успеваем чистить. Просто завал снега. Сугробы уже скоро будут выше меня во дворе. Ужасно тяжело уже работать лопатой. Просто невозможно. Снег мокрый, тяжелый. Вот что творится, друзья, у нас. Это, друзья, вам я вчера снимала на улице. Вчера был у нас апокалипсис снежный. Сегодня, конечно, нападало, но не до такой степени. Снег надоел уже. Сил моих нет больше. Ну, все вроде, что хотела. Я вам про цветочки показала, рассказала. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я вам и дальше все буду рассказывать и показывать. Всем всего доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok